Никаких телевизоров, сотовой связи и доступа в интернет. Только лес, горная река, а чтобы сварить обед сначала нужно наколоть дрова. Вот они бытовые условия молодежного лагеря. Задача усложняется тем, что приготовить на костре нужно блюдо разных народов мира. Каждый отряд на время смены превратился в делегацию страны-участницы Всемирного фестиваля молодежи. Биваки в Франции, например, рядом с Эйфелевой башней, изысканная выпечка. Девушки из России под присмотром медведя с балалайкой орудуют ножами, готовят борщ. Кухня родной страны на форуме больше всего пользуется спросом. Фирменный рецепт – это гренки с салом. Сало с чесноком перетирается, жарится хлебушек и тонким слоем намазывается. Очень-очень все понравились. К этому молодежному слету участники четвертого потока готовились чуть ли не с прошлого года. Изучали культуру, традиции страны, которую предстояло показать на площадке региона. Половина активистов уже подали заявки на международный фестиваль молодежи в качестве волонтеров. К этой смене ребятам из Лобинского и Новопокровского районов даже пришлось овладеть искусством оригами. Их отряд на неделю стал Японией. Свой палаточный городок они украсили белыми журавликами, бумажными символами счастья и долголетия. Время понадобилось и на освоение языка страны восходящего солнца. Вообще, существует такая традиция о том, что каждый уважающий себя человек, когда он приезжает в Японию, не уезжав оттуда, он должен выучить фразу, которая стоит хотя бы из двух слов. То есть, например, мы знаем приветственное слово, это кончуа, и, соответственно, спасибо, например, можно выучить. Это арикато. Япония сегодня потребовала с помощью чуть ли не всех 22 государств. Для ферменного супа некоторые продукты, как и в большой политике, приходилось спросить у соседей. Подсолнечное масло, например, срочно доставляли из Шотландии. Все дело в том, что в палатку к отряду обещал заглянуть губернатор. Вениамин Кондратьев слово сдержал. Главе региона предложили традиционные японские блюда – мисосуп, удон с овощами и сладкие рисовые шарики. Вениамин Иванович, перед прямой пищей прошу вас последовать теме японской традиции, сожжать руки. Нет, ребят, у нас как бы это, это ж японская традиция. Мы должны с уважением относиться к японским традициям, но чтить свои. Вот в чем вопрос. Поэтому я вам желаю, на самом деле, всегда оставаться россиянами. Слушай, вы знаете, и первое, и второе вместе, нет? Это мисосуп. Нет, это мисосуп. Разговоры о любимых блюдах и кулинарных пристрастиях уже позже продолжились в Колизее, на самом главном месте в лагере, где каждый вечер собираются участники смены. Губернатор рассказал, что по долгу службы ему часто приходится бывать в командировках и пробовать разные блюда. Но самые вкусные, по мнению меня, именно Кондратьева, все-таки кубанские. У нас на регионе, так сказать, организована книга кубанская хозяюшка, и у нас там собраны рецепты кубанских блюд. Скажите, пожалуйста, а вот какое блюдо любимое ваше, кубанское? Вообще у меня как бы много различных любимых блюд. Ну, я думаю, что, наверное, вареники все любят, да? То есть я думаю, только потому, что вареники родом из нашего детства, и они самые, отчасти где-то быстрые, что готовились наши бабушки. Это даже и праздничное такое вот было блюдо. На смену от мыслей к действию на Крымскую поляну съехались около 400 активистов, студентов, депутатов, председателя молодежных советов. Каждый из них только делает свои первые шаги на большой дороге. И как уже у состоявшегося политика, у Вениамина Кондратьева они просили и советов. Назовите для вас три самых главных качества лидера. Ну, первое, лидер должен, друзья, всегда оставаться самим собой. Потому что лидер – это же не только форма, это содержание. И вот если я буду изображать губернатора, а не быть губернатором в своей повседневной жизни, и на самом деле делать те поступки, которые должны принести дивиденд всему региону, вы это очень быстро почувствуете. И вы не поверите губернатору, так и лидеру. Второе качество – принципиальность. Это очень важно, потому что принципиальный человек – это тот человек, на которого можно опереться. И который никогда не откажется от своих принципиальных взглядов. А значит, он надежный. И вот настойчивость – это третья черта лидера. В лидера ведь верят. Поэтому он никогда не может отказаться от движения вперед. Настойчиво к нему двигаться и вести за собой других. Говорили о развитии экономики, об инновационных идеях и о предстоящих выборах депутатов ЗСК. Все это – ближайшее будущее. Не меньше участников форума интересовало, и что будет с краем и родной страной через 30-40 лет. Молодые активисты заложили капсулу «Послание потомкам». От всей молодежи Кубани мы заложили в нее видеофильм о ветеранах Великой Отечественной войны. Несколько значков молодежных общественных организаций, обращения молодежи. Хотелось бы узнать, а что бы вы лично оставили бы нашим потомкам 2067 года? Друзья, главное – не оставить им долги. Давайте думать о тех, кто будет после нас. Намного важнее, чтобы я оставил им после себя не текст, а реальные дела в виде экономически сильной Кубани. Вот та природа, которая есть, она должна как минимум сохраниться. Для них они тоже видят великолепие нашего региона, и наши горы, и наши степи. Я за то, чтобы мы каждый после себя оставили реальный жизненный след. Общение губернатора и участников регион 93 продолжалось больше полутора часов. Отпускать Венямина Кондратьева активисты не хотели. Ведь не каждый день есть возможность задать свой вопрос первому лицу края. После официального завершения встречи, по традиции, автограф и фото на память. Уже перед отъездом Венямин Кондратьев заглянул в каждый отряд, чтобы лично пожелать удачи молодым активистам. Елена Касабова, Мария Крошная, Денис Перед, Денис Москаленко, Кубань, 24, Северский район.